Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И я понял, что это нереально, чтобы все это возникло случайно в результате какого-то взрыва. Не надо быть сильно умным, чтобы понять, что взрыв ничего не созидает, а только разрушает. Чем больше я вникал в эти науки, тем больше я убеждался, что есть Бог как Творец Вселенной. И не только я, но я читал многие ученые, они приходили к тому же самому выводу. Интересно, что в это время был симпозиум микробиологии, и главный микробиолог мира, можно сказать, выступил на этом симпозиуме, и сделал publicное заявление, что он прекращает продолжать исследовать живую клетку. Что он уже не будет заниматься и следить живой коморкой? Клеткой. Клеткой. Сел. Сел, коморка, так. Живая коморка. Почему? Потому что она настолько сложная, как Вселенная. И он боится сойти с ума. И я понимал, о чем он говорит. Даже вот если взять, допустим, муха. У вас тут летают мухи, да? Да. Вот взять маленькую муху. Это невероятно. Это микроскопический летательный аппарат. Так. Это микроскопийный аппарат летающий. Она летает с любой поверхности. И выписывает такие фигуры высшего пилотажа. Что современные летчики могут только мечтать об этом. И они никогда не сталкиваются с лбами и не разбиваются об землю. Ей не нужны никакие заправки. Не потребует каких-то специальных действий. Никакие вот наземные службы. Не нужно иметь служб наземных. Она может садиться на любую поверхность. Даже на потолок вниз головой. Может выландовать на другое поверхность. Даже может на суфите голову до доу выландовать. Но это не просто летательный аппарат. Но это микроскопический авиационный завод, который производит подобные себе авиационные заводы. Но это микроскопический авиационный завод. Это как бы фабрика авиационная, которая в дополнительном способе строить следующие фабрики авиационные, или летние. Чем больше вы будете об этом думать, то скорее всего вы зайдете с ума. Потому что это очень сложно. Мы уже не говорим, какой глаз у мухи. Насколько он сложный. Все эти системы координации. И вот чем больше я изучал эти науки, тем больше я приходил к выводу, что есть Бог как Творец Вселенной. Но это было больше интеллектуальное покаяние. Мое сердце было далеко от Бога. Хотя умом я согласился, что есть Бог как Творец Вселенной. Я всегда говорю, что очень часто люди имеют много знаний в голове, но очень тяжело этим знанием отсюда попасть в сердце. Потому что на пути узкая шея. И иногда Богу надо протолкнуть, чтобы вот это знание отсюда попало сюда. И именно это он сделал в моей жизни. Когда я закончил школу, потом закончил авиационный университет. Меня забрали в армию. И в это время у нас была война в Афганистане. Русские не могут без войны. Им надо постоянно где-то война. И вот я попал на войну. Я был на вертолете. Бортмеханик воздушный стрелок. И в это время мы постоянно находились в самых горячих точках. И я понимал, что в любой момент меня могут убить. Потому что самое небезопасное место это быть в вертолете. Все тебя видят, а ты никого не видишь. И очень часто наш вертолет обстреливали. И многие мои друзья погибли. И много моих друзей погибли. И находясь в этих сложных обстоятельствах, я продолжал думать о Боге. И начал просить Бога, чтобы Он сохранил мне мою жизнь. Я даже не знал, что люди это называют молитвой. Но я молился Богу. И очень часто были такие ситуации, когда невозможно было выжить. И это было чудо, что я остался живым. И много таких ситуаций, когда не возможно было, чтобы они прожили. А я прожил, прожил. И это был чудо, дяки Богу. Я вам расскажу одну такую ситуацию. Уже была последняя неделя моей службы в армии. И мы как раз были на боевом посту. И были как дежурный экипаж. Но нам хотелось быстрее уже ехать домой. А для того, чтобы ехать домой, надо снимать с вертолета все вооружение. А на это уходит много времени. И мы решили потихоньку уже начать снимать. Все тихо было, спокойно. Потому что быстрее хотелось уже улететь домой. И так мы потихоньку, потихоньку и сняли все. Остались только две бомбы, которые мы не успели снять. И тут воздушная тревога. Нам надо лететь на вызов. И приходится лететь, потому что если не полетишь, тебя расстреляют как дезертер. И вот мы летим, а у нас нет никакого оружия, только эти две бомбы. Они просто как железяки. Куда упало, туда упало. И когда мы подлетели к этому ущелью, куда нас вызвали, то оказывается, что группа солдат там попали в засадку. И их там ждали. И там были такие мощные дзоты оборудованные, были противозенитные пулеметы. Когда мы связали с ними по рации, то они сказали, что со всех сторон обстрел мы не можем поднять голову. И мы знали, что мы летим на смерть. Что сейчас вот мы подлетим и нас просто расстреляют. Как в тире. И когда мы уже подлетели к этому месту, у правого летчика, он же штурман, началась паническая атака. У него просто произошел срыв нервной системы. Он был невменяемый. Потому что он понимал, что сейчас его убьют. И вот в такой панике он нажимает кнопку и сбрасывает одну бомбу. Просто так. У нас было две бомбы, теперь уже одна. Ну сначала на него все набросились, а потом смотрят, что он просто уже невменяемый. Он просто сошел с ума. Когда мы подлетели к этому ущелью, мы ожидали, что нас сейчас будут расстреливать. Но никто не стрелял. Но никто не стрелял. Мы подумали, что они ждут, когда мы сядем вниз. Мы сели вниз. Мы забрали всех этих солдат, взлетели вместе с ними. У нас никто не стреляет. И мы улетели. И нас никто не стрелял. Мы не можем понять, что произошло. Мы не можем понять, что произошло. На следующий день разведка, когда они обследовали эту местность, они нам рассказали историю. Когда вот этот вот штурман сошел с ума и никуда сбросил вот эту бомбу. Эта бомба полетела. И по-человечески случайно залетела в амбразуру дзота. Впадла в окно. Это вот дзот, это такое бетонное укрепление. И она там взорвалась. Все остальные увидели это. И они подумали, что у нас на борту сверхточные управляемые ракеты. И они испугались, все бросили и убежали. Все подумали, что это случайность. Счастливая случайность. А, счастливый случай. Но я так понимал, что это не случайность. Потому что я молился Богу и просил, чтобы Бог защитил мою жизнь. Таким образом я вернулся домой в целостности и сохранности. Когда я вернулся домой, я начал искать какую-то информацию о Боге, потому что я ничего не знал о Боге. И то, что Павел, брат, говорил, что вот я искал Библию или Новый Завет, или христианская литература. Но это было атеистическое государство. Это все было под запретом. Когда я спросил библиотекаря, что у вас есть Библия, то она смотрела на меня такими вот широкими глазами, как будто я ее спрашиваю, у вас есть атомная бомба. Потому что Библия была под запретом. И когда я не смог найти никакой христианской литературы, то я начал читать атеистическую литературу. Почему? Потому что я искал хотя бы одно убедительное доказательство того, что Бога нет. Но я не нашел ни одного. Более того, авторы этих книг иногда цитировали Библию. И пытались критиковать эти цитаты. Но критика была очень слабая. А цитаты были очень сильные. Я понял, что я грешник. Что я должен покаяться. Я узнал об Иисусе Христе. И все это благодаря моим друзьям атеистам. Интересно, что в это время я учился в университете. И в университете в это время, в советское время, в каждом университете была обязательна кафедра атеизма. И вместе с этим они говорили, что Бог это сказка. И мне было непонятно, почему только кафедра атеизма. Почему нет кафедр других сказок. Например, Баба Ягизма или Касея Бессмертизма. Или Деда Маразизма. Или Святого Миколая кафедра и так далее. И я пришел к такому моменту, когда с одной стороны у меня был теоретический опыт, что есть Бог как Творец Вселенной. А с другой стороны у меня был практический опыт, что Бог сохранил мою жизнь на войне. И в середине даже враги и те не могли ничего убедительного доказать против. И я встал на колени, я обратился к Богу, попросил у Него прощения. Попросил, чтобы Он помог мне начать новую жизнь. И когда я встал, я встал совершенно другим человеком. Бог полностью изменил мое мировоззрение. Мои приоритеты. Мои ценности. Мои ценности. И я горел желанием рассказывать людям о Христе. Потому что я был рад, что я спасен, но мне было жалко этих людей, которые ничего не знают о Боге и идут в ад. И я начал искать таких, как я, молодых единомышленников. Я начал искать живую церковь. Но в это время очень тяжело было найти евангельскую церковь, потому что церковь была ганимая. В этом часе трудно было найти костиул евангеличный, потому что костиул был подземный, так? Да, подземный. Да, подземный. Ну даже она не была подземная, но как правило молитвенные дома были как обычный частный дом на окраине города. И я начал молиться, чтобы Бог помог мне найти живую евангельскую церковь. И Бог ответил на мою молитву. А независимо от меня моя мама обратилась к Богу и стала христианкой. У нее была подруга, которая ходила в баптистскую церковь. И мама пошла туда и там покаялась. Когда я узнал, что мама покаялась, то с одной стороны я обрадовался, что она стала христианкой. Но когда я узнал, что она пошла к баптистам. А для меня было это то же самое, что к фашистам или садистам или мазохистам. Почему? Потому что атеисты распространяли слухи против верующих. И для них не было разницы, какие евангельские христиане они всех называли баптистами. И говорили о том, что они тушат свет, пьют кровь, убивают детей. Я позже понял, что тушат свет только 150. И то же самое детей в жертву приносит абортами. То есть это относится как раз к тем, которые выступали против христианам. Они пытались навязать верующим то, что сами делали. Но в это время я был напуган, когда я узнал, что моя мама попала в эту секту. И я решил ее вытащить из этой секты. И однажды она шла в церковь, а я сзади нее шел тайно, чтобы вывести дорогу. Я спрятался за деревом и смотрел, сколько людей заходит в церковь. Я считал их всех. И потом простоял еще два часа на улице, холодно, замерз. Надо подождать, чтобы посчитать, сколько же выйдет. Ну, вышло приблизительно такое же количество. Может, там двоих съели только. Но я не был в середине и не видел, что они там делают. Поэтому я дождался, когда мама не будет в церкви, а она работала посменно и иногда ей выпадало воскресенье. Потому что кроме ее меня там больше никто не знает. Дорогу я знаю. Взял большой гвоздь в карман на всякий случай. И когда я вошел в середину молитвного дома, верующие подошли и говорят, проходите вперед, там много свободного места. И я сел сзади возле двери, держал гвоздь в кармане. Ну, собрание прошло нормально. Никто меня не принес в жертву. И я понял, что меня опять обманули. Что это нормальные люди, очень добрые, вежливые. И я пришел домой, сказал маме, что я был в церкви. И что в следующей воскресенье пойду вместе с ней. И так я начал ходить в церковь. И так я начал ходить в церковь. Через год мне преподали крещени. Почему? Потому что сразу мы никого не крестили. Надо было узнать, действительно ли человек верующий. Чтобы были плоды покаяния. И через год мне преподали крещения. И сразу же поставили на кафедру проповедовать. Я был руководителем молодежи. И потом через два года я женился. Вот моя жена, она дочь пастыря в третьем поколении. Она выросла в верующей семье. И тоже прошла через вот эти преследования. И тоже прошла через эти преследования. Представьте себе девочка, вот 7 лет приходит в школу. Представьте себе девочку, которая приходит в школу. Вся школа выстраивается на линейку. Ца школа была тут пристроена так под линейку. Пятьсот детей, да? Пятьсот детей. И учительница, директор школы. И директор школы. Вызывает ее к себе. Взывает ее до себе. И говорит в всей школе. И говорит, вот эта девочка молится Богу. Она думает, что Бог есть. Поэтому вы должны сделать ее жизнь такой трудной, чтобы она отреклась от Бога. Посмотрите, ребенку учиться в этой школе, да? Она конечно же не хотела ходить в школу. Она приходила домой, плакала, говорила родителям, я не хочу пойти, не буду ходить в школу. Но родители говорят, ты не можешь не ходить, иначе тебя тогда заберут от нас. Но родители говорят, что ты не можешь не ходить, иначе тебя тогда заберут от нас. Но когда она уже была подростком. Она покаялась в церкви. И жизнь ее изменила. И изменила ее жизнь. Теперь то, что над ней смеялись, ее уже совершенно не касалось. Потому что она понимала, если раньше она страдала за веру своих родителей, то теперь она страдает за себя. И когда все увидели, что ее это больше не касается, то над ней перестали смеяться. Потому что видят, что она ее не касается. Поэтому Господь помог в этом также. И потом, когда уже чуть-чуть было потепление в нашей стране, уже была перестройка. Моя церковь послала меня учиться. И так как не было у нас в это время никаких учебных христианских заведений, то я попал в Чикаго, в Америку, учиться в институт имени Муди. И тогда поехал в Чикаго, в США. Институт имени Муди. Муди Байбл институт. Когда я закончил Муди Байбл институт, прежде чем я туда ехал, работники КГБ сказали, едь в Америку, учись, приедешь и поедешь в тюрьму. Я сказал им, как Богу будет угодно. И пока я учился, развалился Советский Союз. И когда я приехал, увидел этого КГБста, который был безработным. И я подошел к нему и говорю, как Богу будет угодно. Поэтому слава Богу, что Господь провел нас этим путем. Когда я закончил институт в Муди, меня пригласили продолжить обучение в даллассской богословской семинарии. Это еще 4 года. А потом еще на докторскую программу. Когда я приехал в Муди в начале, думал, что я умру. Потому что я не знал английского языка. А мне надо учиться на английском языке. Но слава Богу, что прошло все это время обучения, я еще живой. Но я еще живу и хорошо. Так что что бы там ни было, мы благодарны Господу, что Он знает, что Он делает. Мы вернулись домой и с тех пор я несу служение в семинарии. Уже 25 лет я несу служение в семинарии. Мой тесть был основателем и первым ректором семинарии. А уже потом, когда он уже себя чувствовал плохо по здоровью, он передал это служение мне. И он передал это служение мне и через 2 месяца отошел в вечность. И с тех пор я уже 15 лет являюсь ректором семинарии. Поэтому Господь ведет чудным путем. И я понимаю, что в этом нет никакой моей заслуги. А вся слава принадлежит только Ему. Соли Део Глория. Только Богу хвала.